Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 11 июля 2017 года, вторник. По одному из старинных, 10-й день, месяца получения даров природы, 7525 лета, осьмится. Начинаем живой эфир, который будет называться «Так, как выжить с ведьмой». Не пугайтесь, ведьма, скорее всего, будет у нас добрая. Но насколько она добрая или злая, нам расскажет автор-сказитель сегодняшний наш в эфире Андрей Александрович Смирнов. Здравия тебе, Андрей! Здравия, Алексей! Итак, заголовочек такой, скажем, не слабенький. «Как выжить с ведьмой». Большинству людей, наверное, представляется такая тётка с корявым длинным носом, с клоченными волосами, летающая на метле, ну или в ступе, там прыгающая, как баба-яга, какие-то земли варящие, бросающие лягушкой мышей в суп и травящие людей, наводящие морок. Вот у современного человека, ведьма, большинство современных людей, ведьма, представляется вот такой. И тогда, естественно, «Как выжить с ведьмой» — это очень серьёзная тема, которую надо многим послушать. А вдруг такая с виду симпатичная была она, дамочка, когда в ЗАГС шли, а потом оказалось, что это та самая ведьма и хочет только гадости наделать. Вот давай расшифруем, что же такое в твоём представлении ведьма и почему с ней надо выживать? Вот я столкнулся с тем, что в большинстве случаев люди рассуждают именно, как ты и сказал. И когда вышла моя доимённая книга «Как выжить с ведьмой», я, соответственно, когда людям показывал, некоторые радовались, а некоторые просто шарахались и говорили «чур меня, чур». Но при этом я же к истокам старался как-то прикоснуться. И ведьма — такое красивое слово. «Ведать» — это тоже красивое слово для меня и очень важное. Поэтому с разных сторон к этому можно подходить, но я подошёл именно с той, что мне близко. Я же занимаюсь обучением, и мне интересно вообще, как мозг вообще у людей устроен. А от кого и как обучаешь? Чему обучаешь-то? Фух, хороший вопрос. У нас детки учатся уверенности, учатся быстро читать, и даже взрослые дядьки и тётки учатся, компании обучаю. Ну, в общем, в моей визитке написано, что я эксперт по радости. И я, в общем, в радости обучаю. Понятно. Учишь людей жить хорошо в радости. Понятно. Знаешь, у меня была интересная такая фишка по поводу радости. Я когда узнал, что Россия сейчас по уровню счастья находится, ну, скажем так, ближе к хвосту, чем к началу, я подумал, что это как-то надо изменить. По-моему, у нас довольно светлая, хорошая страна, которая достойна, ну, большего, и чтобы в этой стране больше людей радовались, улыбались и были счастливы. Ну, как-то вот так. Поэтому я сказал себе, я хочу, чтобы мои соседи, друзья больше радовались, и вот этому, собственно, и... Понятно. И начал всем рассказывать про ведьму. Хорошо. Ну, ладно, давай вернемся. По поводу ведьмы. Это наследственное, по поводу веды. То есть у меня случай интересный был. Мою двоюродную прабабушку, ну, в общем-то, понесли хоронить, когда она умерла в 23 года. И ее уже там все сделали. И уже по дороге к кладбищу, когда несли гроб, она мило встала себе и, ну, немножко напугала, как бы сказать, своих жителей деревни, потому что в далекой деревне Курской области в начале века как бы не очень много слышали о литургическом сне. Но факт остается фактом. Вот после этого случая она стала заниматься целительством, ясновидением и многие вещи предсказала. Ну, а потом мне сказали, что мне что-то от нее досталось, дай бог каждому. Поэтому вот не понастышке, что называется. Понятно. В общем, тебе вторую книгу надо писать, как выжить с ведуном. Ну, давай, ладно. Итак, как выжить с ведьмой. Итак, ведьма, что же это такое за ведьма? Радостное, хорошее слово. Ведать тоже радостно, замечательно. Но все-таки, что же такое ведьма? Кто же такая ведьма? Ну вот, если, когда, сейчас скажу, когда я писал эту книгу, я попробовал найти что-то в источниках, да, в разных источниках, которые позиционируют себя как славянскими, лазил в разные энциклопедии, разные вещи находил. Иногда находишь, что ведьма – это злая, вот как ты сказал, там вот эти вот все перечни, и там с таким-то носом, с таким-то вот это, и потом пишется. При этом ведьма пользуется метлой из березы или из дуба, потому что береза – это символ чистоты, а дуб – это символ мудрости, то есть вот нестыковки сплошные. И я на какое-то время от того, что пишут, старался абстрагироваться, и вот начал исследовать. По-моему, вот ведьма – это девушка, женщина, которая ведает, знает, ну, больше, чем научена в школах, это первое. И мне кажется, эта информация, если это вообще информация, она записана даже не в уровне слов, а где-то вот чуть-чуть глубже. Так как мне интересно было работать с мозгом, вот в этом плане я уже там, не знаю, лет 15, наверное, тружусь, то я решил посмотреть, а вот с точки зрения картографии мозга, а вот что у ведьмы типа не так? И я обнаружил интересную штуку. Оказывается, если нас же с детства в школах, в садах приучают использовать, ну, в большей степени слова. Мы решаем логические задачи, мы много рассуждаем именно словами, бла-бла-бла. А когда мы эту часть мозга используем, на мой взгляд, мы недооцениваем другие части мозга. А наш мозг развивался, ну, одна из карт, что он развивался много тысяч лет, даже миллионов лет, и там разные отделы есть. Вот то, что развивают в современных школах, это лишь всего лишь один из отделов мозга, ну, так называемый контур мозга, да. А вот есть пятый контур, который называется нейросоматический контур, когда связь тела и мозга идет на хорошем уровне. Этим контуром, кстати, вот ведьмы, шаманы и хорошие многие другие люди пользуются. Вот мне кажется, ведьма – это девушка, которая использует способности, которые не используют другие, можно так сказать. Добрые способности. Понятно. Так, ну и как же с ней выживать? Вообще, один из вариантов обложки, книжки, у меня был, когда куча ведьм идут к моей могиле и несут цветы. Я до сих пор исследую этот вопрос. Ну, на мой взгляд, в каждой ведьме есть какая-то девочка, и каждая девочка любит какие-то простые вещи. Иногда мы слишком усложняем. Если вы своей виду не подарите цветы, и скажите ей, какая ты милая, хорошая, это, наверное, один из способов выжить из ведьмы. Если вы начнете повышать свой уровень, уровень, я не знаю, концентрации внимания, или там уровень величной силы, наверное, это поможет вам выжить с вашей дорогой. И, по-моему, вот, когда мы говорим, как выжить с ведьмой, или как выжить, я не знаю, как выжить в современных тяжелых условиях, ответ и там, и там может быть близкий к тому, что, чтобы выжить, кстати, выжить – это такое, наверное, провокационное название, мне больше как-то жить хочется, а не выживать. Так вот, чтобы жить хорошо и счастливо, нужно повышать свою силу. На мой взгляд, как-то так. То есть ведьма – это такая тетенька, которая что-то умеет, и которая, в общем-то, ничего страшного в себе не несет. Ой-ой-ой, не несет. Нет, все-таки несет. Вот мне кажется, что ведьма – это женщина, которая обладает силой. Если эту силу использовать неосознанно, а многие женщины неосознанно используют силу, ну, дано им от природы, а не вот так это. Это может привести к разрушению и каким-то штукам таким. По крайней мере, я сталкивался в жизни с такими вещами, которые я не могу объяснить с точки зрения современной науки, скажем так. И вот эти вот вещи иногда просто пугают. Хорошо, тогда уточняю еще вопрос. Я же задал вопрос, страшно или не страшно? Ты говоришь про силу. Сила, она есть у Солнца. Сила, она есть у разных стихий. Но не всегда это страшно. Она может быть страшной, если она чрезмерная и неуправляема, или нет возможности ее применить правильно. И она может быть не страшной, если она управляема, и есть возможность ее применить правильно. Если мы говорим, что ведьма – это ведущая, слово «ведать», «знать», то есть понимать, ведать в действии, то в этом случае ведущий человек – это тот, который умеет управлять своей силой. И если мы говорим про ведьму, а ведьма – это ведущая, которая обладает некой силой, значит, она, по идее, должна уметь управлять той силой, которая у нее есть, иначе бы она не была ведущей. И в этом случае тогда то, что ты сказал страшно, есть же силы, которыми женщина не может управлять, в этом случае она не ведьма. Это просто наделенная какой-то силой, но не ведущая, не ведьма. Согласен, согласен. В этом плане я с тобой согласен. Тогда получается, если ты ведьма, значит, она должна обладать помимо силы какими-то еще знаниями и умениями, и как-то уметь их применять, и знать, когда и куда применять. Вот, наверное, вот этого мы должны коснуться в передаче сегодня более так тонко, более точно, чтобы, наверное, наши женщины могли понять, ведьмы они или все-таки просто наделенные какими-то силами, и как стихия, которой кто-то управляет, а не сами не управляют, куда-то несут, что-то делают и все-таки разрушают, или все-таки они ведьмы. Вот, мне кажется, к этому лучше всего свести наш разговор, и, естественно, рассказать о книге самой. Хорошо. Хорошо. Вот, когда я готовился и к этой передаче, собственно, к написанию книги, я нашел на одном из славянских ресурсов ответ на вопрос, как можно отличить ведьму, что она умеет. Там 64 пункта было. И пункты такие, типа, умение доставлять наибольшее удовольствие супругу, умение угадывать и опережать желание мужа, умение быть собранной в любой обстановке, и так далее. С одной стороны, умение, большая часть этих умений, наверное, хорошее, хотя знание системы налогов для ведьмы, вот, которое я нашел тоже в этом перечне, мне немножко, ну, как сказать, ну, улыбнуло. Но при этом нет критериев, да, нет линейки. Вот, иметь, доставлять наибольшее удовольствие супругу, оно где вот это вот, как это оценивается. То есть, если мы берем, не знаю, килограмм сахара, мы видим, что это килограмм сахара, это 100 грамм сахара, да. А вот здесь, вот в этих вещах, я вообще просто был удивлен, насколько этот вопрос, ну, либо не поднят, либо поднят какими-то, ну, поверхностными, что ли, людьми, и вообще не описано. При этом, на мой взгляд, ведьма, девушка, которая может творить сказочное пространство. То, что в какой-то степени отражено в наших сказках. Когда ты хочешь что-то, чтобы произошло по щучьему велению, по моему хотению, раз, оно и происходит. Спросил у клубка, куда идти, оно и идет. То есть, вот эти вот все вещи, которые в сказках есть, мне кажется, мне кажется, надо возрождать. Вот так. И, да, и, кстати, когда я столкнулся, я раньше думал, что эти способности можно развить практически у всех женщин. У меня такой был, ну, стереотип, что ли. Потом у меня сформировалось мнение, что есть планеты, а есть звезды. И мы когда смотрим на планету или на спутник, ну, типа на Луну, мы видим, что она светит. Иногда она светит отраженным светом, а вот так со стороны и не поймешь, это, ну, как, свет или не свет. И вот, на мой взгляд, ведьма – это женщина, которая светит своим светом каким-то. Вот как-то так еще. Такие рассуждения. А по поводу книжки, да, мы написали книжку, она вышла в издательстве «Белые альвы». Там 39 глав от главы «Как найти ведьму» до главы «Повышение чувствительности для выживания сведуньи». Там, в общем-то, это все есть. На кого рассчитана книга, на твой взгляд? Кто будет читателем, который получит какую-то пользу после прочтения? Я постарался эту книгу написать так, чтобы она была полезна человеку, интересующемуся вопросом. И желающему вот что-то в себе поменять. Вот как-то свои способности развить. Мне близка точка зрения, что если ты не идешь вперед, ты идешь назад. И когда я вижу своих знакомых, друзей, которые увлекаются только, ну не знаю, зарабатыванием денег или ну или какими-то развлекаловыми, не думая о том, что впереди, и как оно, что почему, мне немножко становится грустно. И вот эта книжка скорее вот для людей, которые хотят куда-то двигаться. И, кстати, «Как выжить с ведьмы» это и для ведьм тоже. Как бы у меня знакомые девушки почитали в этой направленности. Вот там о себе что-то новое можно узнать. Простые эксперименты провели. Хорошо. А давай как раз я хотел узнать, а что говорят люди, которые прочитали эту книгу твою, причем как мужчин, так и женщины. И меня еще интересует, знакомы ли они с какими-то традициями ну а-ля славянство, а-ля рус, или вообще вот незнакомы. Вот те, кто знаком прочитали мужчин и женщин, и те, кто незнаком прочитали мужчин и женщин, какие у них представления? Что-то поменялось, что-то они дополнили, или они сказали «Ой-ой, не дай Бог еще такое прочитать». Ну вот сейчас мы с Нового года собираем отзывы, и честно говоря, они меня настолько радуют, что вот даже и не знаю. Вот супруга, моя дорогая ведунья, сейчас мне дала вот такой перечень, но я тебе покажу, если может быть там потом это, да, то есть это вот то, что разные отзывы написаны. И очень интересные штуки пишут. И по поводу искренне рада, что стало проявляться такие легкие, добрые книги в третьем тысячелетии, в то же время смысловые и емкие. Книга соединяет нас с корнями, с нашими сведами. И тяжелых и сложных книг прочитано столько много, а так известно, что сложно, то ложно. А то ведь человечество не ведает, что творит терроризм, Украина, Сирия, да что далеко ходить, голимая коррупция не только в стране, но и в городе. Уже столько нахватались тяжелые энергетики, что и не знаешь, куда выплеснуть. Вот и выливается в войны негатив. Эта книга нужна здесь и сейчас, ее читаешь душой. Ну вот как-то так. И вот большая часть отзывов я вот перечитываю, когда мне хочется еще порадоваться. Как-то вот такие штуки пишут. И кстати, люди, которые в теме, в традиции, говорят, что очень рады, что вот этот вот который молод ведьм, который нас же какое-то время уничтожали их, да, вот как-то в другую сторону как-то расшатался и просто трезво и хорошо вот раскрыто. Как-то вот так. То есть ты свои книжки реабилитировал у ведьм, да? Я очень хочу это сделать. Я хочу реабилитировать ведьм и я хочу реабилитировать вообще в какую-то русскую традицию, которая у нас куда-то засунула. Я столкнулся, не знаю, как у вас, ну там в городе, я стараюсь когда приезжаю в другие города и в Воронеже сходить на разные фестивали, вот связанные с славянскими культурами и столкнулся с тем, что с одной стороны вроде что-то происходит, при этом я стал, ну какие-то вещи происходят не всегда светлые. Это вот когда берешь что-то готовишь, вот готовишь, 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 вкусное туда положил, 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 а потом капнул какой-нибудь хотел сказать не буду говорить мы же в эфире, в общем какой-то не очень вкусную вещь и вся вещь дегуть, дегуть, каплю дегтя, да? дегуть, да, хорошо, остановимся на этом условии, каплю дегтя и вот вся все блюдо испортилось и вот на этих фестивалях, на этих вот всех тусовках вот начнешь общаться и вот что я замечал вроде все правильно, а ну вот есть буквально там пару тройку моментов которые добавляешь оно все ломается как-то вот ну вот все ломается и мне это печально в рамках своей деятельности еще исследовали тексты песен даже вот детских песен взрослых песен но в детских песнях это вообще ну ну просто засада на засаде то есть мы нашли в русском пространстве две детские песни которые были как-то более-менее хороши это типа чумга-чанга и от улыбки станет всем светлее а во всех остальных песнях то наступит что-то плохое то еще что-то ну вот я не знаю это дело как-то очень сложно избежать теории какого-то заговора Андрей ты какие-то песни слушаешь я вот слышал песни вместе весело шагать по просторам там это тоже хорошее ну наверное и таких песен я знаю достаточно много а про какие песни ты говоришь конкретно вот можешь одну песню назвать где вот в этой песне конкретно нашим детям прививается вот это вот это конечно конечно с радостью в детстве мы занимались плаванием и наш тренер отпускал даже с тренировки когда был фильм прекрасный гости из будущего там замечательная была песня прекрасная далеко чудеснейшая песня прекрасная далеко не будь ко мне жестоко прекрасная далеко жестоко не будь особенно прекрасно то что наш мозг это уже доказано это собственно мыслит образами и он не воспринимает наше подсознание не воспринимает частичку не любые фишки не будь ко мне жестоко или не болей они работают несколько хуже чем будь счастлив и будь здоров но как-то так поэтому книжки я пытался нащупать вот какую-то тропинку среди вот этих всех засад который можно идти светлый радостно и далеко или близко куда кто хочет хорошо так идею по поводу песен понял скажи вот ты говоришь приезжаешь на славянские праздники все замечательно все хорошо и вдруг баба со вторая смена засада да и все испорчено что за какие-то деяния слова или может быть образы портят славянские праздники на твой взгляд ну что портит сейчас попробую нащупать во первых вот давайте то что в чем я уже вот вообще что называется собаку сил да вот если говорить о работе мозга да там есть несколько вещей которые когда начинаешь исследовать можно какие-то ведь ну лучше понять да и буквально я сейчас уделю 3-4 минуты по поводу вот систем мозга которыми можно пользоваться ты наверно слышал допустим есть правая есть левая полушария да и я думаю уважаемые слушатели тоже слышали говорят что правая полушария ты там чего-то левая полушария чего-то да там какое-то полушария творческая кстати даже сейчас не помню какое какое-то полушария типологическое при этом как мне делать что мне делать когда я хочу решить математическую задачу я что бью себе по одной части головы говорю типа полушария работы или этот хочу нарисовать что-то что я каким-то образом стучу по другому полушария горе родной давай включайся но нет при этом вот таких вот карт которые нам ну на блюдечке с голубой каем очка очень много типа левая полушария плава правая полушария как этим пользоваться ну вообще с это а мозг это такая штука которая с помощью как управляя которой можно выстраивать свою жизнь можно выздоравливать можно выздоравливать я можно накачивать мышцы или какие-то еще вещи делать вот 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 в общем есть подсознание есть сознательная часть нашей головы и вот если мы научимся из сознательной части которую собственно обычно вот фестивалях и в том числе и славянских фестивалях задействуют но сознательные слова научимся в подсознательное выстраивать какой-то образ надеюсь это будет добрые славянские образы то вот мы тогда все у нас будет как-то легче потому что одно дело просто поговорить и типа бла-бла-бла-бла а другое дело чтобы у тебя сразу вот ну в сердце что-то почувствовалось вот я не всегда чувствую что может быть мне так не всегда везло вот фестивалями вот мы в воронеже скоро очередной будем проводить фестиваль вот может быть вы на этом фестивале будет больше такого делового может быть как то так понятно тут уже реплики вопросы давай немножечко немножечко сейчас уважим наших радиослушателей зрителей канала youtube посмотрим что там у нас появилось не так вот солнце напишет пишет что будет нам сбрасывать сюда но я уже кое-какие вопросики приметил для себя чуть-чуть опередил и и так александр вопрос эфира андрей если ваша жена ведьма то не думали ли вы что вы лишь исполняете ее воли она вас заколдовала ну есть несколько критериев которые можно не она ржет сейчас сидит смысле улыбайся я уж испугался у тебя еще ведьма коняшка что на ржет смеется хохочет я понял очень интересный вопрос вот и кстати вопрос очень вообще здоровский плане того насколько мы это мы а насколько вот то что с нами происходит это вообще наш выбор в начале двадцатого века был такой товарищ гюджиев и он говорил о том что мы же большую часть времени работаем как машины то есть нам просто кажется что мы что-то выбираем что-то делаем а по сути мы просто выполняем свои привычные дела вот если мы привыкли делать то то мы делаем то там ну как то так если начинаешь работать ну в какой-то стезе наверно вырабатывается какой-то навык определения да если допустим ты не знаю там любишь какие-то напитки допустим вино вот я слышал что вот есть вино но кто-то любит вино а кто-то говорит что вот это вот вино вот какого-то такого-то года и и прям может по вкусу определить а вот это вино какого-то такого-то года для меня это вообще темный лес но люди же определяют то есть можно выработать улучшение компетенции но практически в любой области как как это проверить ну многократным каким-то проверянием если ты понимаешь что с этой женщины ты идешь вперед и у тебя растет энергия который ты можешь ты видишь что люди которые тебя окружают становятся все светлее и светлее наверное если это ведьма то она радостная ведьма правильная ведьма скажем так ведущая женщина вот ведьма в исконном слове то есть вообще не я считаю что вот разумная ведьма она как-то вот слышал о свободе воли и вряд ли будет заколдовывать колдует они за куду мы какие-то там это какие-то редиски и кто-то еще а наши светлые ведьмы они как-то вот легче это все делают но в слово ведьма к насколько я помню всегда означало ведущая мать мать это та которая родила дала жизнь которые вскармливают детей поэтому если она ведущая мать то она будет все это делать правильно и хорошо и результат будет очень хорошей как для детей так и для мужа и семьи в целом если же это просто мать не ведущая ну тогда могут быть какие-то вопросы вот и здесь да я с тобой согласен что ведущая мать намного лучше нежели чем невежда просто мамаша которая так родила что дальше делать непонятно по поводу вот того примера насчет вина ну во первых на народнославянском радио мы никогда не говорим про алкоголь потому что эта дрянь уже заполонил весь мир и столько много людей вот этой гадости умирают и про эту отраву мы никогда не говорим что это напиток напиток все-таки то что питает алкоголь это дрянь да это дрянь которая является наркотиком и отравы и ядом поэтому говорить напиток изделия алкогольная отрава да это можно людей да и людей которые себя сомелье называют там вином типа это очередной обман мне кажется люди сами себя обманывают обманывают других это жуткая история но не сегодняшней нашей передачи ладно идем дальше по поводу околдовала понятно и дальше еще александр и еще пишет дайте плизу пару советов как на практике легко извлечь быструю пользу в обычной жизни и того что в вашей книге рассказано примеры которые можно отследить на своей практике типа спасибо вот такие слова слова паразиты в типа и плиз что делать ну да что делать хотя и паразита ну и так суть вопроса понятно очень понятно неважно ваша супруга ведьма или вы только ищите ведьму в любом случае дополнительная энергия очень даже хорошо может помочь а а а дополнительную энергию можно извлечь я используя используя вещи которые нам даже говорили но мы об этом даже как-то и забыли допустим нам в школе говорили выпрямься сядь с прямой спиной помнишь алексей говорили же и при этом мы часто с складывались но потому что так удобнее там их легче и так далее встречал вот буквально несколько лет назад японские исследования которые показывают что если ты выпрямляешь спину вот спину вот ровно держишь да вот прям хорошо ровно я то твоя производительность производительность головы конечно же да увеличивается на 20-25 процентов при прочих равных условиях то есть если ты что-то пишешь ты можешь больше красивше написать если ты что-то делаешь ты больше сделаешь вот это по-моему хороший совет который стоит попробовать ровная спина и не из того что там я когда спрашиваю на тренингах говорили не сутулься говорили а почему не сутулься говорили ну потому что там гор простит или что-то еще не не поэтому просто попробуйте вот быть более собранными как русский богатырь или как русская ведунья с ровной спиной Если хотите еще повысить энергию, то можно использовать замечательный способ, который можно просто назвать улыбасанной или просто по-русски улыбка. Выполняется очень легко эта улыбасана, просто раздвижением уголков рта в разные стороны, прям широко-широко. Если она искренняя улыбка, пусть она будет искренней, если не искренней, наденьте придурковатую улыбку, но пусть она будет вот у вас здесь и сейчас, пусть она будет придурковатой улыбкой. Научить какое-то время придурковато улыбаться, если не умеете так, то все равно настроение будет лучше. Вот используя хотя бы эти два способа, кстати, и улыбасана, и прямая спина увеличивает вашу энергию на те же 20-25%, это уже 40-50%. Еще такой интересный момент, мы забываем о том, что наша позиция по жизни очень связана, даже не позиция, а наши жесты, наше тело, оно очень связано с тем, что происходит. Как правило, вот допустим, испугались мы что-то, мы сжимаемся, да, или там настроение плохое, нос повесил. У нас даже в русском языке такая поговорка есть, да, что ты вдруг не весил, нос повесил, да. При этом, если вы хотите быструю пользу извлечь, ну, научитесь ходить с гордо поднятым носом. Ну, посмотрите на фотографии Юрия Алексеевича Гагарина, когда он спустился с орбиты, первый космонавт, как он высоко поднимал нос. Вот три вещи хотя бы сделайте, прямая спина, улыбка. Вот, к сожалению, вот, когда я говорю о улыбке, в нашей стране принято улыбаться кому-то или чему-то. А если нам попробовать улыбаться просто вот себе и ситуации, вот в жизни улыбаться. Вот проснулись, улыбнулись, потом уже оделись. И с этой улыбкой пусть она будет, я не знаю, такая спокойная, легкая, ну, вот с улыбкой. Вот попробуйте вот эти три простых способа использовать. Мы когда тренинги проводим, мы эти способы тренируем, что называется, огнем, мечом и медными трубами. Ну, то есть, ходим по обитым стеклам с улыбкой, засовываем руки в кипящий свинец с улыбкой, чтобы запомнить уже надежно. Ну, если вы пока не на тренингах, ну, попробуйте так, вот реально. Ну, хотя бы 20 дней. Знаете, есть привычка вырабатывать там 21 день, говорят, ну, 3 недели – это хорошо. Лучше 40 дней, да. Ну, лучше 40, а лучше всю жизнь, чтобы быть осознательно относиться к этому, ну, хотя бы, да, где-то около месяца поработать. И вот что-то изменится. Кстати, даже люди на вас будут по-другому смотреть и улыбаться. И, кстати, вот тогда, когда вы внутри выстроились, тогда, может быть, ваша ведьма к вам и подойдет. Когда-то, когда занимался очень серьезной психологией, практической именно психологией, а не просто теоризировал, я стал обращать внимание, как вообще взаимодействует работа мозга, успешность человека с его мимикой, с его жестами. Вот о чем ты говорил сейчас – выпрямился человек, улыбнулся человек или нет. И вот обратил внимание, что… А я занимался именно взаимодействием полушарий, как они там проявляют себя. Вот. И очень интересный такой вывод я сделал, что есть и прямая связь, когда мозгу не очень хорошо, но какие-то эмоции захватили, мысли. И вот это все отражается. У человека губки там как-то так повешенные, да, вот это все так спущено, глаза такие. Вот. И есть обратная связь. Когда человек начинает принудительно, вот как ты говоришь, улыбаться, сделать упражнение, да, вот эти вот все движения, выпрямляет спину, у него идет в обратку, туда, в мозг. И мозг начинает активироваться, работать по-другому. Это на практике, на самом деле, я проверял, могу подтвердить полностью. Так оно и есть. Ну да, это простой способ. Почему-то мы им… Но многие им не пользуются, вот я удивляюсь. И, кстати, можно проверить, насколько ваше текущее состояние, ну вот, хорошо по мышцам, да. То есть у нас есть мышцы челюстные, и насколько они сжатые, это вот ваше внутреннее напряжение. И второе, что нужно пробовать, это вот ваши плечи, да, и шея. Соответственно, вот зажимы в плечах и в шее, ну, мешают работе головы. И гораздо сложнее выживать рядом с ведьмой, если у вас здесь вот зажимы. Ну просто, ну там нужна активация по полной, на сто процентов. И если вы вот здесь за собой не следите, ну как вы сможете сделать свою ведьму прекрасной? Кстати, книга называется еще под заголовок книги «Быстрые переходы к счастью и обратно». И вот этому, собственно, книга тоже посвящена. Да, я думаю, что надо тебе писать. Вы вторую книгу после этого эфира «Как стать ведьмой». Дело в том, что, ну что, на самом деле, дело в том, что когда приходится ездить в транспорте, я люблю наблюдать за людьми и внешне, как они выглядят, и что у них на лице, и что вокруг них происходит. И обращаю внимание, что в транспорте, особенно когда вот такие часы пик, когда люди идут на работу, очень много людей, у которых вот эти уголки вот так опущены вниз. Это уже, причем раньше я наблюдал это у людей, которые так пожили, которые уже натрудились очень серьезно, у которых уже много хлопот, тоже говорят, хлопот, полный рот вот здесь вот там, их давят и так далее. А сейчас и молодые уже такие же становятся. Вот прямо вот здесь висит все вот так вот. И это говорит о том, что люди не понимают, чего они делают в жизни, не понимают, для чего они живут в жизни. Для них все, что они делают, какая-то абуза, какое-то обременение, какая-то тяжесть. И вот они выживают, они выживают. И они очень раздражительны, потому что любой не такой взгляд, не такое слово, еще что-то, дома что-то не так, на работе и так далее, с детьми, они очень резко реагируют. Вроде бы встретил кого-то, улыбнулся и опять потом у них. Ну да, да. И это говорит о том, что с головой не совсем порядки, и надо что-то с людьми делать, и надо людям что-то с собой делать. Понимать, что наша жизнь такая уж плохая, и всегда есть выбор, даже если вам кто-то говорит, что выбора нет. Ну ладно, идем дальше. Итак, примеры, ты кое-какие привел, это хорошо. Я дальше хотел добавить, можно в чем? Конечно, добавляй. Вот в транспорте так находится. У меня был интересный случай, когда я перед Новым годом сидел, наблюдал, буквально 31 числа в супермаркете, и я просидел 20 минут, пока дочку ждал, она что-то примеряла. И за это время я увидел только трех счастливых человек, все остальные были озабочены. Озабочены покупками. Они не Новым годом, они не в предвкушении праздника какого-то, неважно во что они верят, но вот просто праздник из детства. Я не знаю, я эту елку помню, когда в предвкушении подарков. Они просто все были заморочены. Они вот бегали, и вот трое человек были вот с улыбками. Причем один был какой-то странный товарищ, кучерявый и черный наружности. Двое были счастливые, какие-то влюбленные, и все. И это, мне кажется, из-за того, что все больше каких-то корпораций, чего-то тебе продают, продают, продают. И ты уже перестаешь вообще понимать, что вообще и почему. Встречал исследования новозеландских ученых по поводу памяти. Оказывается, несколько лет назад мы в оперативной памяти держали информацию 9 секунд. Вот они совсем недавно провели исследование уже до 4 секунд объема оперативной памяти. Вот если ты за 4 секунды что-то не запомнил, это раз и улетело. Если, уважаемые слушатели, смотрели какие-нибудь мультики, типа в поисках Немо, когда этих рыбок показывают, аквариумных, которые все время забывают, так вот аквариумные рыбки, они 5 секунд держат информацию. Мы уже хуже рыбок становимся. Но зато в этом случае тебе просто управлять. Ты видишь какую-то картинку, вау, надо купить это, вау, надо купить это. Где счастье, где радость, только в покупке. И тогда, куда тебя ведешь, туда ты идешь. Это вот способ, мне кажется, какое-то управление. Это неправильно. Ты знаешь, да, мир потребления, цивилизация потребления, потому что цивилизацию миром я назвать не могу. Мир – это все-таки более емкое слово, имеет множество образов, множество значений, понятий. А вот цивилизация такое, дурацкое слово, которое нам навязали, и вот цивилизационный образ жизни как раз подразумевает подмену понятий. Счастье нам заменили приобретением, общение нам заменили разговором, разговоры общения одно и то же. Причем разговор удаленный, а может быть даже не разговор, а просто клацание по клавишам. Вот какие-то там эти вот, как смайлики называются, да, вот выражение эмоций и так далее. То есть вводят виртуальность, виртуальность, виртуальность. Я еще обратил внимание, что помимо покупок перед праздниками и заливания в себя различного яда, так называемых праздниках, люди еще определяются счастливы, не счастливы, очень просто. Если человеку все время хочется сделать ремонт в квартире, особенно это я замечал у женщин, вот одинокие женщины, они любят этим заниматься, постоянно что-то ремонт делают, обои переклеивают, куда-то мебель переставляют и так далее. То есть они создают видимость изменения обстановки, чтобы, как говорится, глаз порадовался. А ведь нормальному человеку, который счастлив, который живет в семье с любимым рядом человеком, у которого все хорошо, замечательно, ему вот эти перестановки не нужны. Ему все равно, где жить. Лишь бы только вот на голову не капало, да, и было сухо. Лишь бы не морозило. Ему все равно, где жить. Главное, что милый человек рядом. Главное, что счастье есть. Главное, что все живы, здоровы. И это вот самое главное. Не мойте обои, не обои, что-то там. А нас заставляют, вернее, нас не заставляют, нас приучают к тому, что есть определенный клише. Пришел, значит, праздник, и беги в магазин. Надо всем сделать подарки. Да еще, не дай бог, что там кого-то забудешь. Значит, праздник надо, салат оливье, надо как-то там яд себе заливать. Обязательно телевизор надо посмотреть, какой-нибудь там, с чьей-то новой задницей, извините, которая появилась и разевает рот. Голосистая во всех смыслах этого слова, тетенька. Ну и так далее. В общем, получается подменно-подменный, а счастья-то не прибавляется. И вот беда-то в том, что многие женщины не знают, как стать ведьмой. Я про что и сказал. Надо написать книгу, как стать ведьмой. Да, и мужики-то наши, они же рядом с неведьмами сами становятся какими-то бессинятами. И начинается седина в бороду без в ребро, да? Да. Вопрос, а почему, сказала она, встречая его со скалкой, ты где был в халатике с накрученными бегудями? А он вспоминает прекрасно проведенный вечер с молодой и красивой. Говорит, ты знаешь, на работе задержался. И думает, вот лет 20 назад ты бы меня так не спрашивал, а я бы другой не бегал, не смотрел. Не сидел бы у соседки, я за чаем, да? Как пою пел Трофим. Ну ладно, идем дальше. Игорь задает вопрос. До чего можно дожиться, если считать жену ведьмой, а она начнет считать тебя ведьмаком? А дальше что будет? Дальше будет долго и счастливо. Если мы, опять же, вот когда мы в слова погружаемся, слова это не образы. И за любым словом, один человек одно слово имеет, образ имеет в виду, другое – другое. Если ты считаешь, если ты видишь ведьму, как у тебя анонс вышел на радио, да, вот эта вот прекрасная девушка, вот такая светлая, уравновешенная, сбалансированная, теплая, дающая энергию и поддерживающая супругу, да это же просто сказка. При этом, если у тебя еще какие-то силы есть, и эти силы направлены к свету, да это же тоже только сказка. А что будет дальше? Сказка и будет дальше. Как-то так, я вижу. Ну да, согласен с тем, что Игорь, скорее всего, вкладывает тот миф, который я озвучил в самом начале, о том, что ведьма – это какая-то не пойми что, а мы все-таки говорим о ведущей матери, та, которая ведает жизнь, ведает много что, как надо делать, а не просто что-то такое непонятное. Ну, Игорь продолжает дальше задать вопросы. Вы лучше мне вот что объясните, как будто это тема неинтересная, а вот вы лучше мне объясните так. Нас недавно было в стране 150 миллионов человек, сегодня не более уже 142. нация идет на уменьшение и сокращение. Когда мы, как нация, исчезнем? Вот такой вопрос прямо по сегодняшней передаче. Ты имеешь право не отвечать на вопросы, которые не соответствуют взгляд теме передачи. Это мы вопрос точно опустим. И мне кажется, это один вопрос, который оттягивает энергию непонятно куда. То есть, во-первых, эта информация, не знаю, насколько достоверна. Вот я лично не проверял. Во-вторых, даже если у нас будет 10 человек, но мы будем светлые, радостные, мы с помощью нашей земли, которая дает потрясающую энергию, по крайней мере, в некоторых местах, кто-то их называет, сейчас модное такое словочитание появилось, место силы и так далее. Ну, вот где она такая вот, есть такие места. Да мы эту страну возродим, и эту землю снова, она будет сейчас светиться и радовать все остальное. Вот это, по-моему, не вопрос по теме, и вообще не вопрос. Ты знаешь, это вопрос, как показывает наша славянская традиция, любой вопрос, любое действие, противостоящее тебе, можно развернуть так, что оно станет помогать. Так вот я разверну этот вопрос таким образом. Вернее, нет, сам вопрос не буду развернуть, ответ разверну таким образом. Дело в том, что, когда наши женщины перестали быть ведьмами, вот этот беспорядок, вот это безобразие начало здесь твориться. Да. Ведь враги давно подметили. Если вы хотите завоевать страну или уничтожить народ, и вам не получается это сделать физически, вам нужно, первое, развратить женщин этого народа, убрать память рода из этого народа и прибрать себе детей этих родов для того, чтобы их обучить так, как вам надо. И через два поколения этот народ сам себя уничтожит. Вот, мне кажется, что Игорю вполне такой будет ответ, поскольку он задавал вопрос до этого, если мы считаем ведьмами своих жен, то мы-то ведмяки. Так вот, когда женщины, матери, перестали быть ведьмами, а стали заниматься только тем, чтобы выживать и работать, как мужики, лом бабами, заколачивать эти вот костыли в шпалы, крепя рельсы, прокладывать Байкал-Амурскую магистраль, работать в шахтах вместо того, чтобы детьми заниматься и быть берегинями своего очага, а мужчины стали после этого гулять направо и налево и попивать всякую изделие, всякую дрянь, себя заливать, вот как раз это наши дети остались ни при чём. То есть развратили женщин, убрали рода, память родов, прибрали к себе детей. Ну вот иметь, что иметь. Поэтому, Игорь, нравится тебе, не нравится? Хочешь, чтобы мы возродились, необходимо свои традиции восстанавливать, жить по кону, и всё будет замечательно. Идём дальше. Вот таким образом мы разворачиваем вопросы. В позитивную сторону, к лучшему. Вопрос эфир от Пацонаха. Здравия Алексея, здравия автору, сказителю. А как насчёт ведической, славянской трактовки слова «ведьма», ведущая мать? Чем же она может быть страшна для других людей, что с ней только можно выживать? Если мать вызывает страх в сердцах других, то может ли она вообще быть ведьмой? Разве лишь для тех, кто воспринимает суть этого слова как нечто злое, страшное? Ну, частично мы с тобой об этом поговорили, этот вопрос уже поднял. Давай немножечко углубим, как говорил товарищ с такой отметиной. Так, ну, вообще, название книги специально так выбрано, провокационное. Я хотел бы, чтобы к этой теме, к теме славянской культуры подключилось, ну, как бы, больше людей, которые, в принципе, уже как-то вот, ну, как-то уже не в этом. Они хорошие. У меня куча клиентов в Воронеже, в Москве, в Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Ростове, в других городах, которые, в общем-то, об этом мы не слышали. А начинаешь с ними работать, они вот классные, замечательные ребята, кто-то из них ведающий, кто-то из них просто как богатыр русский. Ну, вот, они просто не в традиции. И я понимал, что если я просто напишу там, допустим, взгляды на ведьм, или что-то, научный взгляд на ведьм, это будет одно. А вот как выжить рядом с ведьмой, это такая балансировка на уровне, с одной стороны, ну, это реальный научный труд, это вот опыт мой на протяжении, ну, наверное, начиная от шести, то, что я встречал, да. А с другой стороны, это художественная вещь, которая позволяет легко и радостно читать. Вот поэтому такое название, вот, скорее так. С другой стороны, ну, мы реально сталкиваемся с какими-то случаями и не все ведьмы добрые. Вот, ну, если вот говорить, вот, тот портрет, который общепринят, мне кажется, он тоже имеет место быть. Ну, ты знаешь, ведьмами те, которые недобрыми не называли, называли чернушками, называли чернушками их. Вот, те, которые чернь делали и делали что-то нехорошее, что-то плохое. И поэтому, в общем-то, потом, когда исказились понятия, стали всех одной мерой мерить, под одну гребенку чесать, и поэтому все стали ведьмами. То же самое словом колдун и так далее. Вот, поэтому чернушка и ведьма это две противоположности. Чернушка та, которая творит всякую дрянь и не ведает, что за это ей будет. А когда уже узнаешь, что будет, ей становится очень плохо. И вот эти все рассказы о очень тяжелых смерти, смертях черных, так называемых, ведьм и так далее, это как раз вот и говорит о том, что это не ведьма, это чернушки. Ведьма никогда не умирает в тяжести и страданиях. Ведьма знает, когда наступает ее мера, когда наступает Вичат. Час она все делает для того, чтобы все очень хорошо случилось, чтобы все остались довольны, со всеми прощается и уходит, никого не обременяя. А чернушка и мучает себя, и мучает других, это уже неоднократно замечено. Идем дальше. Виталий из Эстонии, вопрос эфир. Почему частица НЕ не работает на подсознание? Ну, потому что она не работает. Я могу здесь долгие выкладки применять, рассказывать, что и как, но вот можете просто поверить. Некоторые вещи, которые я говорю, они из технологии, вот оно так работает и все. Они испробованы кучу раз. Подсознание наше мыслит, если можно так сказать, вообще мыслит, но обрабатывает информацию образами. Мы, я не знаю, если говорим о той же новогодней елке, у каждого эта елка своя. А вот, ну, мы вспоминаем эту елку, и вот она у нас возникает. А если мы, а вот частичка НЕ, она вот не проникает под сознание. Я не знаю, как это объяснить. Но это вот, это так. То есть, если вы будете говорить человеку, не болей, вероятность того, что фокус внимания будет средотачиваться в болезни, ну, довольно высок. Вероятность того, что он начнет какую-то информацию на себя по болезням набирать, это тоже довольно высок. Ты знаешь, тоже в своё время интересовался. Я не могу однозначно сказать, что НЕ не работает, она работает, но она работает специфически. Ведь в этом случае мы отвергаем созданный некий образ, который уже выложен. Вот слово «болезнь», оно у всех, как ты правильно сказал, имеет образ какой-то мучения, страдания, некомфорта, ну, что-то такого, потери, да? И получается, что когда мы вот этот некомфортный образ, нехороший образ выкладываем в мир, мы не пытаемся его закрыть. Да, закрывается, но сколько нужно усилий для того, чтобы его закрыть, тебе не проще сказать «будь здоров». Совершенно верно. Тем самым мы не создаём противоречий, не усложняем этот образ, не создаём каких-то проблем, а мы сразу даём то, что человеку необходимо – здоровье. Мы же хотим что, обратить внимание на здоровье или на болезнь? Поэтому здесь не работает, но она работает как противовес и усложняет эту комбинацию, связку. А если ты просто говоришь «будь здоров», или говорят «не делай так», а вот ведущий мой скажет «сделай лучше вот этак». Она сразу даст подсказку, как лучше сделать и сразу покажет результат, потому что если сделаешь так, будет так, а если сделаешь так, будет этак. И вот это вот ведущая мать и ведущий отец. Вот именно в книжках, в книге, которую я написал, там как раз есть глава о том, как с ведущими детками работать. И как раз там как раз твой пример практически приведён о том, как давать вот эту такую информацию. По поводу частички «не», допустим, я скажу «не думайте о розовом слоне». Вот не думайте о розовом слоне. Вот ни в коем случае не думайте о розовом слоне. Ну, ну что будет крутиться? Не или розовый слон? Ты знаешь, в чем дело. Ты знаешь, это, конечно, интересный момент, но я себе ловил и про обезьяну, там про храму, и про розового слона, и про летящего зелёного крокодила. Я ловил, что, в принципе, когда человек несколько изменяет образ мышления, его вот эти вот НЛП-шные психологические трюки, они не трогают. Меня, например, не трогают они. Я не думаю ни о розовом слоне, ни о храму обезьяне, ни о зелёном или летящем крокодиле. А большинство людей – да, это как тест своеобразный. И на самом деле здесь я даже вот не совсем согласен с тем, что «не» здесь не работает, здесь работает сам образ розового слона. Здесь даже можно не говорить «думай, не думай», а просто сказать «розовый слон», летящий зелёный крокодил, «паровоз летит». Здесь такой своеобразный НЛП-шный вариант, когда некий яркий образ даётся, и он закрывает с собой всё. А вот дальше ты можешь человеку говорить уже «ну попробуй отстраниться от летящего паровоза». Ты не говоришь слово «не» в данном случае. Отстраниться от мысли летящего паровоза, а всё равно паровоз-то будет возникать. Поэтому такой пример избитый уже, но если внимательно его проанализировать, всегда рабочий. Тоже это говорит опять же о тесте цивилизационной испорченности. Нас приучили к этому всему, а если мы начинаем выходить из этой матрицы, мы начинаем по-другому мыслить и несколько по-другому вообще живём. Но идём дальше. Из Ютуба от Игоря планета оккупирована, захвачена ой, 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 тёмными силами. И вот почему подголеняем всё под их понятие, даже любую женщину, называем «Ведьма», а это из сказок мы помним, кто был ведьмой. Давай, не будешь отвечать, чтобы не морочиться, я отвечу. Дорогой мой Игорь, уже четыре раза специально для тебя мы ответили, что слово «Ведьма» совершенно не означает то, что написал здесь ты. Слово «Ведьма» — это ведущая мать. Сказки, в которых ведьма представляется злой, они очень противоречивы. Почему? Потому что с одной стороны ведьма представляется очень злобной и гадкой, но при этом, как и баба-яга, кстати, она делает очень добрые дела. Но вот об этом, когда ты подумаешь, то такие вопросы ты задавать больше не будешь. И любимая женщина, берегиня, обязательно должна быть ведьма. А ведьма она может быть только когда уже мать, когда она родила, потому что ведущая мать, она как раз будет берегиней очага, она будет правильно вскармливать детей, она правильно будет ухаживать за мужчиной, она будет его охранять, даже когда его рядом дома нет, она будет хранить дом и так далее. Ведущая мать это очень-очень серьезный оберег для всей семьи, для всего вообще нашего рода. Поэтому выходи, пожалуйста, из тех самых оккупационных представлений, которые тебе навязали, как ты говоришь, недруги, которые навязали нам цивилизацию. И когда ты с этим разберешься, ты пересмотришь, надеясь, свои вопросы, свой взгляд вообще на мир, на эту жизнь, и будешь писать совсем другие слова, которые тебе будут помогать в этой жизни. Спасибо. Лавс, вопрос эфир. А можно из своей жизни, ой, а можно из своей жены, вот, жена и жизнь, как у меня хорошо слилось, как говорится, оговорочка-то правильная, из своей жены воспитать правильную ведьму? Ох, какой хороший вопрос. Ну-ка. Ох, какой хороший вопрос. Ох, какой хороший вопрос. И да, и нет. Наверное, можно, если только эта жена очень хочет этого. И, наверное, нельзя, если она не хочет этого. И опять же, зачем? То есть, если она вот в такой системе находится, воспитание у нас, кстати, это тоже интересно. Воспитание. То есть, ты даешь питание какой-то человеку, но если ты по своему подобию, или по подобию, точнее, своих каких-то мыслительных конструкций начинаешь чего-то там правильно делать, я не знаю. Тут какое-то совместное деяние может помочь девушке раскрыть ее способности. Что, раскрыть способности можно девушке помочь? Сто пудов можно. Особенно, если она этого хочет. А если вот насильно что-то делать, зачем же это делать? Ты знаешь, я вот хочу немножко твою мысль расширить, в образ ее перевести. Вот, наверное, у многих представление о медиках, о медицинских работниках такое. Это белый халат, да, это, может быть, шапочка какая-то беленькая. Вот. И это, в общем-то, сложившийся такой образ, униформа, ну, или о полицейском тоже, или там милиционере, форма серенькая какая-нибудь, да, это фуражечка. Вот. То же самое, например, трудовик в школе, вот, как в Советском Союзе были трудовые, да, вот уроки труда. И там были трудовики, которые в халатах ходили, и всех просили мальчиков, когда приходят, тоже в халатах ходить, таких специальных, защищающих форму. Но это люди, которые подготовлены, которые понимают в своем деле что-то. А теперь представьте, что человек, который вообще ничего не знает о труде, не знает о том, как держать лобзик в руке, или там, как с станком каким-то работать, просто на себя оденет халат. Или тот, который не имеет медицинского образования, не знает, как устроен человек, не знает, как работают какие-то там лекарства, или какие-то препараты, или какие-то еще там приборы медицинские. Просто одень от себя шапочку с крестом, и вот халатик белый. Ну, или полицейский, который вообще не знает, что такое полиция, не знает ни законов, ничего не умеет, и просто залезет в форму полицейского. Будут ли они полицейским, медработником или трудовиком? Ну, конечно же, нет. Вот то же самое и здесь. Если человек просто примеряет на кого-то форму какую-то, форму ведьмы, ну, ребят, ну, это сказка, это какое-то там, я не знаю, шоу у вас дома, не более того, да, повеселитесь, поразвлечетесь, и этим все закончится. Ведь недостаточно, как вот их как-то назвать, необходимо этому соответствовать, и если женщина этому не хочет соответствовать, ну, как вы из нее кого-то сделаете? Нельзя нарушать принцип доброволия. Вот мне кажется так. А вообще, воспитать, конечно, воспитать, ну, если уж по большому счету, конечно же, можно, но главное, чтобы женщина хотела, чтобы вы только ей помогли. Идем дальше. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Колдунья, вообще-то наше слово, тоже хорошее. колдун, это кол, круг, дун, соединение живого и небесного огня. Дун, добро у народа. Понятие, что колдуны всегда находились в круговых башнях и работали там. Кузнецы тоже являются роды колдунами. Вот такая вот реплика. Да, хорошая реплика из Эстонии, да. Я однажды узнал, что в Латвии ведьма по-латышски Рагана. Мне так понравилось это. Представляешь, Рагана, слышал когда-нибудь? Вообще потрясающе. То есть, Ра, солнышко, да, Га, это нога и так далее, это ИТ, то есть, ведущая к солнцу, идущая к солнцу. да, вообще супер. И вот где-то, вот если в язык вот посмотреть, в языке много таких подсказок есть. И здорово, вот я не знал, что вот колдун вот так, я даже не обращал внимания. А тут вот хорошая, значит, хорошая. Я думаю, что во всем можно найти хорошее, тем более в таком красивом соединении живого небесного огня. Еще я думаю, что колдун есть такая интересная версия о том, что кола, ну, понятно, это круг, что Дунья это то место такое вот, возвышение, на котором какие-то проявляются обряды с огнем, вот, ведущие люди проводят, то есть, не злые обряды, же называется и колдун, который рядом с Дуньей находится, или колдунья, который рядом с Дуньей находится, какие-то такие добрые, светлые обряды производят. Так что, опять же, слово колдун извращенное точно так же, как слово ведьма, слово Баба Ягая, ну, и прочее, прочее, прочее. Так, Идем дальше. Кстати, может быть, прервемся на музыкальную паузу? Час у нас прошел. Как у тебя? Есть желание? Я хочу работать и работать. Давайте прервемся, небольшую музыкальную паузу поставим. Раз уж слушаем про ведьму, давайте послушаем музыкальное произведение, где ведьма каким-то образом упоминается. А уж в каком она формате упоминается? В том исконном, древнем или в том, которое нам навязано? Я думаю, мы из этого с вами, из песни поймем. Слушаем, отдыхаем. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 11 июля 2017 года, вторник. По одному из старинных, десятый день, месяц получения даров природы, 7525 лета, осмится. Мы разговариваем с Андреем Александровичем Смирновым о такой интересной теме «Ведьмы». А эфир наш посвящен конкретно теме «Как выжить с ведьмой». Мы поняли с первой части, что этот эфир связан с одноименной книгой, которая вышла в издательстве «Белые альвы», и название книги несколько провокационное, которое будоражит умы людей для того, чтобы они так вот как-то на измену, что ли, подсеяли и сказали, что за ведьма такая, и начали интересоваться. И потом, когда они разобрались бы с этим вопросом, стали бы, наверное, интересоваться несколько более глубже, нежели чем это было изначально. Вот это я понял из первой части эфира. Что-то добавить хочешь или сразу продолжим читать вопросы, которые к нам подают в эфир из чата Народного славянского радио и из нашего Ютуба-канала. Ты и так классно выразил то, что я хотел сказать всю первую часть, что моя благодарность просто пусть тебе просто теплом. Продолжим вопрос. Хорошо. Итак, трансляция в Ютубе продолжается. У нас на Народного славянского радио ничего не останавливалось. Игорь из Ютуба. «Как узнать, моя жена ведьма? Но тогда, может, суть в том, какой смысл я вкладываю в это слово?» Так, в принципе, мы Игорю уже ответили. Ну, пожалуйста, развенчай, наверное, его какие-то заблуждения или, может быть, укрепи его догадки. Наверное, стоит открыть мою книгу и почитать. А можно просто подойти к любимой и спросить, дорогая, ты ведаешь? Ну, может быть, так открыто, почему нет? Я не знаю его супругу. Надо же смотреть. Одна в этом случае скажет, да, милый, я ведаю, а другая просто чем-нибудь огреет и все. С калкой в лобешник запаяет нормально и закатается в пельмень, да. У меня был случай один, когда мой клиент очень такой хороший, он ходил на тренинге, хорошо продвинулся, и он с терпением ждал выхода этой книги, вышел и принес домой. Его супруга говорит, «Ты что, думаешь, я ведьма?» Это было, вот у этой супруги был именно такой портрет ведьмы, что вот негативный. И пришлось объяснять долго и ласково, что вот ведать это хорошо, это здорово, это надо выучиться. Да уж, да уж. Ладненько, ладненько. Идем дальше. В общем-то, надо, как, наверное, Иван Васильевич, медпрофессию. «Да ты ведьма!» Не по теме. Так, Олег из Боброва. Вопрос в эфир. Где и когда будет фестиваль в Воронеже, про который ты упоминал? Что за фестиваль, чем посвящен, когда будет? Фестиваль называется «Свет мира», а будет со 2 по 6 августа, по-моему. Можно погуглить, он в ВКонтакте есть, можно на мою страничку ВКонтакте зайти, там какие-то анонсы есть. Это мои друзья проводят, ну, довольно интересные ребята, и на этом фестивале я, как минимум, нескольких людей встретил, ну, которые вот, ну, из наших, и их прям хорошие прокачивали. То есть, наверное, там тоже будет что-то хорошее. А чему будет посвящен фестиваль, какая тематика? «Свет мира» – хороший вопрос. Между небом и землей у них тематика, а вот что они имеют в виду под этим, вот, мне сейчас сложно сказать. Это площадка, где люди собираются, какие-то вещи делают. Я вот как раз по поводу этой площадки тоже говорил, что когда-то я видел там бесподобные процессы, а когда-то я видел там непонятно что. Надеюсь, вот прошедшее время с предыдущего фестиваля, но они сделают все лучше и лучше. Ну, в общем, ты рекомендуешь туда сходить или не рекомендуешь? Хороший вопрос. Мой дорогой лабрадор повалил плакат. Скорее, да. Скорее, да. По крайней мере, там можно вынести какой-то новый опыт и какие-то новые вещи. Я надеюсь, что... Хорошо. Игорь из Ютуба продолжает тебя пытать. Что нужно человеку для счастья? И разве ему все равно, где и в чем жить? Это дикость жить в Холливу. Человек должен стараться и создавать комфорт в доме. А это задача женщины. Хороший игр из Ютуба. Он мне будет... В общем, это представление таких примитивных контуров мозга, если так можно выразиться, что нужно человеку для счастья, разве все равно ему где жить? Ну, мы говорили, по-моему, об этом. Смелый Мурайв шалаши, это, по-моему, даже Высоцкий пел. Ну, это же действительно так. Можно не чувствовать мороз, даже если ты с Милым и тем более с ведущей женщиной. И какая разница, какой комфорт в доме. С другой стороны, если и комфорт в доме, и это все. Но это же тоже еще лучше. Я думаю, дальше лучше. Да, я думаю, что дальше. Тем более, что мы-то говорим про ведущих людей. Ведущая женщина, она сама комфорт сделает, но ведущий мужчина должен дом построить. То есть, женщина дом строить не должна. Мужчина под женщину строит дом, под свою семью, под себя, в конце концов, по своим вот этим вот системам измерения, пядевая система, то, что называется, ну, комфорт, она ведет женщина. И правильный мужчина, он всегда обратит внимание, как женщина что делает, чтобы ей это было удобно. Ведь она в этом доме будет наводить так называемый комфорт, это дурацкое слово, которое Игорь употребил, то есть порядок и доброту жизни. Она будет взаимодействовать с силами, стихиями огня, воды и прочим. Она будет кормить, она будет детей твоих обувать, одевать и так далее. А ты только будешь приносить в этот дом. Поэтому дом строит мужчина. Но с прицелом, что было бы по пядям, но с прицелом, как будет комфортно женщине, как ей будет там хорошо. Так что, вот противоречия, вот в этом вопросе от Игоря я вижу несколько противоречий. Для меня несколько непонятных. Зачем эти противоречия так сильно в себе накручивать? Виталий Микеров в эфир. Цивилизация и телевизация, то есть телевидение за боящих, очень даже связаны. Кто же спорит-то? Мне кажется, так и есть. Вопрос в эфир от Владимира Замытича. Как вырастить из дочери, из дочерей, ведьм? Замечательный вопрос. Правильный вопрос от папы, конечно. Правильный вопрос. Ну, кстати, вопрос от папы тоже интересный. Не от мамы. Тут несколько моментов. Я об этом книжке даже целую главу посвятил. Потому что у меня две дочери. И мне очень важно, чтобы они именно в свете и в радости росли. Ну, по-моему, нужно от себя отталкиваться. То есть, если ты выровнял свое поле, создал дом, вот то, что ты сейчас говорил, да, и мама этих дочерей, соответственно, ведающие, она все так и будет. Они вырастут светлыми и замечательными девочками. Особо ничего тут. Единственное, что вот, мне кажется, сейчас как-то забывают о такой вещи, как индивидуальность. И слишком много игрушек каких-то вот дарят любимым деткам. Мне как-то в Советском Союзе встретилась статья в «Науке жизни». Там было интересное сравнение по поводу количества игрушек за рубежом. Я не помню, какую там страну приводили, какой-то из европейских стран, на ребенка. И количество игрушек в СССР. И говорили о том, что если ребенок умеет играть, ну, я не знаю, там, из коры сделать кораблик из шишечки куклу, и вот начинает с этим играть, то у него будет мозг развиваться и на другие ритмы выходит. А если человек там складывает дорогой конструктор типа Лего или чего-то еще, то он, соответственно, тоже на другие ритмы выходит. Вот постарайтесь своим дочерям дарить больше времени и меньше игрушек. А если игрушки, то вот нужно смотреть... Ну, сейчас такой выбор игрушек, если зайти в любой детский магазин, что, в общем, игрушки, которые как-то развивают мелкую моторику, что ли? Я, правда, не знаю, какой возраст дочерей у Владимира, но вот нужно вот как-то так делать. И, в общем, наверное, такой самый ответ – это на себя ориентироваться. Если ты светил, то вокруг тебя все начинает светлеть. А здесь вот то, что ты привел, пример, очень хороший, на мой взгляд. Времена Советского Союза, если взять, то там, в общем-то, все кружки технические были бесплатные. Секции были бесплатные. Пионерские лагеря, если это предприятие было, они там или за полцены, или даже по бесплатным каким-то там путевкам дети могли ездить. И в этих пионерских лагерях дети занимались тоже. В общем, в этих кружках бесплатных было огромное количество. Начиная там от вышивки и заканчивая судомодельными или какими-то авиамодельными. Это все проходило в свое время. И строгали сами, делали искоры, ничего только не творили. И спорт. Дети были всегда заняты и заинтересованы в том, что... Ну, был, конечно, процент какой-то детей, которые ничего не хотели, все эти там побалдеть. Но остальные занимались чем-то. И вот это все началось еще довоенное время, насколько я понимаю. Ну, довоенные там 30 какие-то там лохматые годы. И что интересно, ведь многие зарубежные, ну, как это называется, люди, которые изучают социум, да, западный и восточный, то есть Советский Союз и буржуазный, они отмечали, что как раз вот дети Советского Союза, они вырастали ищущими, понимающими, знающими, хорошими технарями, хорошими учеными. И потом-то кого сманивали-то на Запад? На Запад-то сманивали тех, которые выросли в этих лагерях, которые прошли техникум, которые прошли училища, институты, которые с детства вот здесь вот умели что-то собирать, а не конструктор Лего. Конструктор Лего – это маленькие готовые детальки, которые вот если не хватает, ты ничего не сделаешь. Ну, нет и нету, все, ты уже модель до конца не построишь. Ты ограничен вот этими маленькими детальками. Как же и пазлы складывать, да, интересно. А когда ты сам мастеришь, ты любую детальку можешь вырезать, ты можешь любой самолетик сделать, любой кораблик. Это развивает мозг. Что касается, вот возвращаясь теперь к вопросу Владимира Замытища, мне кажется, здесь очень просто. У мужчины есть возможность и женского восприятия, и мужского восприятия. У него в организме есть и X, и Y хромосомы, так называемые. И он может прочувствовать и женское начало, и мужское начало. Не знаю, в полной ли мере, или там женское, или не в полной мере, поскольку мужчина. Но и так это все понять. И поэтому как раз от воспитания детей, оно-то и лежит на отце. Маму может приголубить, накормить, обогреть, приласкать. А мужчина воспитывает. Поэтому воспитывать можно, единственное, это своим примером. Если вы показываете хороший, правильный пример своим детям, то в этом случае тогда и дети ваши ориентируются на вас. А если вы возьмете как раз за основу ту вот советскую школу так называемую, воспитание, общение, когда дети все время заняты, когда они интересуются чем-то, им все интересно, и это интересно, и это интересно. Я одновременно посещал там 3-4 кружка, и все говорят, ну куда ты лезешь, там не успеваешь. Я все успевал. И музыкой заниматься там, и этим, и этим, и этим, и там. Поэтому все зависит от вас. Чем больше вы с детьми занимаетесь, тем, чем больше вы детей заинтересовываете, чтобы они искали ответы, тем они становятся более ведущими. Где ведущая девочка, там она становится ведуней, а из ведунья не превращается в семье в ведьму. В общем-то, все закономерно. Все вопросы к себе, Владимир. Все вопросы к себе. По поводу кружков, я с одной стороны очень-очень согласен, чем мы больше что-то делаем, тем лучше. С другой стороны, я столкнулся сейчас, вот у меня дорогие, любимые друзья, которые вводят не в три, в четыре, а, не знаю, там в пять-шесть кружков в неделю, и ребенок из школы туда-сюда, пятое-десятое, они уже вырастили одного человека, сына старшего, ему сейчас около 20, он, по-моему, то ли в Германии учится где-то еще, и он недавно с мамой говорил, и говорит, мама, ты лишила меня детства. Вот когда воспитываем, все-таки свободное время тоже нужно чуть-чуть давать, но вот я не знаю, на что это свободное время, но вот просто иногда посидеть, это тоже важно, потому что вот я сейчас замечаю, что какой-то переизбыток, что ли, внимания на детях тоже сказывается, иногда это не до внимания, то есть ставится человек там в телефон, или там в экран компьютера, в телевизор, и дети тоже так же живут, а иногда вот идем туда, идем туда, идем туда, но иногда просто можно вот просто погулять, попрыгать по лужам, и это будет очень классное воспитание. Я детеныша своего спросил, вот, по-моему, год назад, когда, говорю, Даша, а что ты запомнила из детства, я сейчас 18? Она говорит, пап, я запомнила, когда мы босиком по балкону в три года ходили, по снегу, это было вообще, ну, она это, оказывается, помнит, то есть мы там это вот пошли, она такая была счастливая, замечательная, вот такие моменты ценятся, оказывается, а не то, что там что-то мы купили, там, или что-то, ладно. Вот, обрати внимание, я это рассказывал про то, что мне это все нравилось, меня никто не заставлял, и вот тут одна важная черта, черта, за которую нельзя заходить родителям, это заставлять, нельзя заставлять женщину стать ведьмой, нельзя заставлять ребенка стать умным. Да, очень-очень. А у нас, да, у нас современные родители, они заставляют надо тебе на английский сходить, надо тебе попеть, надо тебе в музыкальную школу, надо тебе там, это, 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 и ребенок говорит, слушайте, но я когда-нибудь ребенком-то вообще буду, нет, детство-то у меня будет когда-нибудь, вот, а я-то говорил про то, что это было интересно ты сам выбирал то что тебе нравится глаза горели в это лето пролетало незаметно и потом ты продолжал то с осени до весны ходить какие-то кружки сам 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 никто не заставлял вот это надо понимать я собой абсолютно это очень надо понимать еще люди когда приводят детенышей говорят на он не любит читать евро как не любит читать книжки такие же интересные сейчас много интересных них он не любит читать его каждый вечер говорю читая 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 читать настолько часто что я уже и перестал удивляться ну как можно заставить заставить я не знаю кого-то любители что-то читать или там она изнутри должно рождаться и тогда и какие-то и возможности знания ведания они тоже родятся ты мне напомнил и одесский анекдот такое слышал когда мама кричит своему сынку маня ешь кашу кашу ешь доктор сказал чтоб ты ел кашу иначе не будешь здоров ешь кашу чтоб ты сдох виталий мекеров в эфир до места силы можно построить своими руками дальше виталий из эстонии реплика в эфир чародей чары деятельность реплика в эфир по букве ц не наше есть он прямо забросал на сегодня виталий репликами mac мы мысль ас бог живущий на земле глаголе говоря mac это бог который живет на земле и воплощает мысль с помощью голоса или слова капитали из эстонии как загрузил то загрузила я хочу вот виталия из эстонии отдельно ответить если рассматривать наш мозг как будто он состоит из двух частей представьте одна часть думающая часть а другая доказывающая часть и представить что эти части мозга работают по одному простому алгоритму чтобы не думала думающая часть твоя доказывающая часть обязательно докажет что это так если ты считаешь что вот я не знаю ты сходил босиком по снегу в трехлетнем возрасте ты заболеешь ты обязательно заболеешь если ты думаешь что ты господи вообще с рождения можно закаливаться а на руси реально с рождения закаливали деток еще тоже советскую книгу 70 какого-то года издания встретил где там приводили примеры когда ребенка только вот рожденного на снег выносили и это нормально то это тоже будет работать и вот мы когда в какой-то системе веровой как на забираемся какую-то колокольню это колокольню смотреть вот так мы видим какой-то ограниченный обзор забираемся на другую колокольню мы видим еще что-то и вероятно часть слов действительно имеет какой-то смысл но вот по поводу не наша есть это вообще вот там я не знаю как если принципа креативности использовать даже вне можно найти не только наши есть а еще там новое единение или что-то еще там но вообще куча разных смыслов какой-то смысл вкладываешь слова ну вот то ты получишь наверное это это отдельная тема и по поводу слов это вообще это там можно такие интересные дебри зайти но это опять это семантический контур мозга семантический контур мозга хорошая и он не знаю там может быть 1050 лет используется людьми другие контуры мозга используются гораздо больше и по моему образами мы начали мыслить гораздо раньше и если бы это ведающих вот то что сказал 5 контур мозга нейросоматики когда глава связано с телом вообще идеально встроенные тогда не нужно там рассуждать что это не это наше есть ли не это новое единение или что-то еще ты просто это чувствуешь просто внимаешь поэтому слова это хорошо но нужно на мой взгляд лучше развивать какие-то внутренние системы это ощущение даже свыше 11 систем который у нас в теле встроены у нас не только там есть чувство слух или зрение у нас есть чувство вибрации там интуиция куча всего мы же вообще вот реально если мы начинаем развивать какие-то штуки они начинают развиваться мы видим сейчас люди которые развивают мышцы они ходят с такими такой мускулатурой да вообще посмотришь как я знаю как ну ладно вообще на вкус и цвет товарищи да кто-то развивает мозги а вот вещи можно развивать себя но снова развития мне очень нравится да да хорошо идем дальше вопрос эфир от владимир измытищ что загадкой слова ведьмак предлагаю использовать вместо этого слова оборот образованный отец оборот образованный отец я подумаю над этим но пока вот как-то вот не ложится в видимо когда интересно слово звучит интересно конечно там ничего страшного нет но ведун иногда говорили но идем дальше если не нравится ведьмак оборот для слова которые хотите использовать просто надо понимать что мы в каком-то пространстве находимся и если раньше мы практически все в информационном пространстве в одном находились да но не знаю взять время того же советского союза там же было много хорошего но по крайней мере образование уж точно было довольно занятнее то что мы сейчас говорили да но там было один или два канала телевидения и все плюс-минус это смотрели и поэтому вот все на что-то настраивались говорили того сегодня или там завтра будет хорошая погода все говорили да будет хорошая погода и она и хорошая погода была у меня такое ощущение что сейчас из того что вот много разных каналов говорят о разной погоде вот у нас что-то творится за окном малопредсказуемое не все нормально сейчас будет хорошо все замечательно есть такая поговорка когда один там это свет выпивают яд себя вливает уже ума совсем нет у них в организме не осталось никто там погоду передает и опять дожди обещают о козлы синоптики опять погоду испортили вот из этой же серии да на самом деле погода у нас будет уже улучшаться это факт время прошло кое-чего было убрано так что все замечательно все хорошо жизнь жизнь налаживается поэтому не надо не надо думать о плохой погоде делайте просто ее сначала образ яркий светлый идем дальше алекс один реплика в эфир хорошие слова только хочется встретить такую чтобы не пила не курила и хотела семью три составляющих которые очень плохо уживаются в современных девушках что скажешь алекс я просто просто восхищение на смысле я понимаю что вот так что говорил думающий доказывающий если человека настраивается что все девушки пьют курят и не хотят семью он будет встречать таких людей но вот будет вот он встретит девушку даже если нормальная девушка она начнет себе вести вот как вот тут написано да вот моя старшая дочь еще раз я сейчас в этом году 19 и я наблюдаю ее подруг но там настолько много светлых детишек ну просто светлых и они их настолько много хороших ко мне дети приходят на тренинг я вижу их они бесподобно светлые как как нельзя найти то это вообще что-то какое-то невероятное и опять же опять отталкиваясь от себя если ты на себя на к накачиваешь чистой светлой энергии она как-то вот пойдет нормально конечно когда-то у нас идут как тут называется как вы бы ты чистой энергии не накачивал себе иногда что-то вот встретишь и от чего ну как руки испачкал надо их помыть и снова чистой энергии вот у меня как ни странно сегодня насморк наблюдается я вот шоке ну вот я сегодня работал с несколькими людьми сейчас пойду вот умываться что называется большом я хочу сказать алекс в пивных лужах осетры не водится может быть не там рыбку ловишь может быть не туда заглядываешь может быть в тех местах образный язык классного там настоящий русский вот 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 именно так и нужно мне много вот тоже была передача недавно с михаилом там как раз мы рассматривали про семью про это и там был конкретный вопрос а где взять-то ты бери там где они есть конечно там где они есть вот тебе интересует славянское направление иди там где славяне там где они здоровые крепкие хотят семью интересует тебя христианство иди в церковь интересует те ислам мечети поближе держись там и так далее ищите там где вы хотите чтобы найти женщину или мужчина своей мечты вот по тем критериям которые вам нравятся там где они есть но хотите познакомиться с библиотекарши идите в лидер ну логично так дальше идем так что там будет не только три там будут все оставляющие еще есть одна оставляющая любовь не написано на виталий из эстонии реплика эфир для того чтобы из виду не создать ведьму нужно дать ей потомство или одарить даром материнство на это все вопросы к мужчинам в общем-то согласен цветочек расцветает тогда когда есть тот который цветочек оценит когда мы так далее взрослая тема сейчас нас пойдет в общем в общем это я согласен цветами а ты что скажешь да я скажу да так что мужики все зависит от вас вопросов вот если от нее это ну как сказать она же тоже когда вот двое входят соприкосновения и сейчас современные семьи замечал часто формируются на основе притяжения одного из центров как правило это сексуальный центр и немножко иногда идея верхнего там но что-то так далее не если вот мы все центры задействуем энергетически тогда вот она будет вообще вот классно если идет гармонизация по всем центром и только по сексу или там не только по мнению там о ведьмах то есть или что-то еще а вот вот именно по всем центру тогда слияние происходит такое интересное это волшебство это на мой взгляд слабоописуемое но когда это поймаешь это дорого стоит я с тобой согласен но все-таки андрей александрич у тут я с тобой подискутирую дело в том что от мужчины зависит все точно так же какая женщина зависит все вот если мужчина будет хотеть настоящую женщину но при этом будет постоянно и искать среди проституток но в этом случае настоящую женщину он не получит он получит то о чем ты описал работа нижнего центра который способен мастерски удовлетворять похоти мужчины но женщину настоящую женского чина он не получит и то же самое если женщина будет искать среди мальчиков по вызову 0 3 будет каждый раз звоните будут приезжать в крепкие веселые ребята вот в этом случае тоже вряд ли там что то случится такое поэтому все зависит от женщины все зависит от мужчины мужчина строит образ необходимой ему для жизни той женщины которые ну для него богиня ведущая мать он понимает какая должна быть семья какая должна быть женщина он создал этот образ и он притягивает у женщин в умер то же самое женщина создает образ не идеального мужчина товара царе на нет с такими вихрами там и так далее с миллионами на а именно вот настоящего мужчины и складываются и один другом притягивается получается хорошая крепкая семья то есть семейный союз организуется где все хорошо и замечательно поэтому здесь все зависит от мужчины все зависит от женщины какой образ создается то и получать хотите принца но будет вам принц только в фильмах но будете фильмы сидеть слезы стирать рыдать каждый раз хотите ну дальше продолжать и так все понятно так что все от вас мужики зависит все абсолютно и от вас женщины все зависит абсолютно все а тут важно чтобы цели бы совпадали там да то есть конечно все зависит но если женщина смотрит в одни цели как бы вот мужчина в другие тоже буду и вот тут с тобой тоже подискутирую женщин-то много женщин-то много мужчина создал себе образ так который смотрит другую сторону ну и смотри пожалуйста вы проходящие давно проходить вы прохожие да вот и проходить а он-то создал то это вдруг ни с того ни сего оказался на его пути ох как и встретились два одиночества и разделить там костер да все хорошо замечательно так что все зависит только от нас и мужчины и женщины хорошо так дискутируешь ты говоришь о моими мыслями только немножко другими словами от яровита вопрос эфир подскажите как перевести через дорогу в кавычках бабку и сделать из нее ведьму причем если она не хочет становиться ведущей и устраивает существующее положение вещей например есть трупы животных и употреблять алкоголь тадам что сказал папам а зачем ну вот бабку надо перевести куда-то яровит хочет бабку это перевести сделать сделать из нее ведьму опять же это насилие над бабкой это все да ну да скорее всего если бабка с палкой она уже хромает долбанет его все ночью ну а она есть трупы животных и нравится это опять трупы животных а трупы растения есть это нормально в растении тоже обладают жизнью это еще в 60-х годах доказано было моих едим что теперь делать а вот трупы животных даже не знаю но об этом мы сейчас не будем дискутировать это из эстонии потому что много времени это лиза с не при кефира чара дей чары земли д и ох какие тут версии пошли накручиваться до лариса пащенко из ютуба здравия ведьма ведущая мать при матриархате . архат это власть матери они жены и женщины а вы ушли в сторону магии вот так вот на них учили бы я это на стрельбе захочешь комментировать то не комментирую если хочешь то хочешь если не хочешь идем дальше идем дальше виталий за стой не вопрос эфир ведьмак это дети рожденные от ведьмы но наверное и это тоже я еще дети соответственно еще воспитаны то есть если ты не откроешь способности своих детях они ну останутся и причем кстати будет сложно вот когда ребенок чем-то особенное вот я с этим столкнулся в школе это довольно таки ну может быть до болезненно меня вплоть до того что меня допустим переучивали с левой руки на праву советское время это переучивали и когда ты как-то странен но в детской компании очень даже интересные моменты я переживал но в принципе да наверное дети рожденные ведущие женщины конечно и опять же еще раз тут очень тонко много градации это если мы считаем что есть только ведьмы и не ведьмы да это типа черное-белое но это далеко не так есть ведьмы ведущие женщины которые знают больше и знают еще больше есть еще 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 и чувствующие дамы на каких-то других уровнях а есть ведьма которая бесподобно в этом борщ варит вообще настолько классный борщ что он там привораживает ну как то так ну да наверное это зельем кормят зельем борща почему нет хорошие с хорошим зелем это просто меня идем дальше вопрос эфира яровита из ярославля знает ли сказитель и преподаватели радости значение слова клиент как интересно скажите какое вы значение ждем от яровита что он имеет ввиду у него будет интересно ярлык новой информации хорошо так еще вопрос эфир антон правит кире крепко и здравы если у вели мы может быть ведьмы то есть вели мы написано нет сыновей она не баба вот опять же вот работая в семантическом контуре со словами очень надо осторожно приближаться к оленю но смысле вот к своей цели да то есть я не совсем понял вопрос от антона если она не баба что он имеет виду под словом баба что он имеет виду под словом вельма скорее всего просто опечатка ведьма скорее всего стартал и д близко до большой буквы выделил и как-то это вельмы не до можно какое-то слово есть вот мы узнали что вот может быть из эстонии новых слов может это новое слово который мы с тобой не знали ну может быть и вельму и так и написал может быть да но если нет сыновей то она не может быть матерью ну вернее как нет если нет детей она не может быть матерью а если нет сыновей то здесь здесь наверное знаешь чего здесь версия которые в староверии присутствует не христианском имеются в староверии, о дохристианском. Вот там слово «обабилось» имелось в виду, когда женщина рождала ребенка мальчика. Вот тогда она становилась бабой. Почему? Потому что «ба» – это врата, врата, через которые приходит мужчина-продолжатель рода отца. И в том случае, если она рождала мальчика, она становилась бабой, то есть проводницей, открывшей врата для рода продолжателя рода мужчины, в тот род, в который она вошла. А если она рожала только девочек, ее называли «молодкой». Скорее всего, такая версия. Как здорово. Для меня это новость. Скорее всего, такая. Поэтому баба – это вот, ну, есть ругательная баба, есть на севере баба – это чем сваи забивают, да? А баба – это та, которая уже мальчика родила, продолжателя рода своего мужа. Мы опять сталкиваемся с тем, что одно слово имеет много значений. И разные люди, соответственно, разные имеют в виду. Ну, тут вот как-то нужно приближаться. Ну, если слово баба здесь и мальчик, сыновей именно указано, не просто дети, то похоже, что именно эта версия рассматривается. Дальше. Виталий из Эстонии. Вопрос эфир. Возможно ли леги или легинии, которые варили зелье богу Одину или богу Тору и есть по родителе ведьм? Все. Виталий, я лапки поднимаю вверх. Ты победил. Да, Виталий победил, реально. Вот эти вопросы все, мне кажется, настолько отвлекают внимание от главного, что вот это... я слышал, что в девятнадцатом веке спорили насчет того, что может ли ангел пройти сквозь угольное ушко. И создавались целые компании. Одни говорили, что может пройти, другие говорили, что не может пройти. И тратили на это время. Другие спорят, а может ли создать всемогущий бог такой камень большой, такой громадный камень, который бог не мог поднять. И тоже начинают спорить, если бог всемогущий, то он, наверное, может сделать такой большой камень. Но тогда, если он всемогущий, он же, наверное, может поднять. И вот сидят годами и тратят время вот на это. Зачем? Ну, пожалуйста, помните о своей цели. Мы реально с памятью сейчас все больше переносим информацию в какие-то гаджеты. Все меньше помним. Если мы будем забивать себе голову еще вот этим, там вот они есть прародители ведьмы или не те прародители, ведьм. Но это второстепенно. Это когда вы уже, не знаю, 80% решили все, и вот вам хочется чуть-чуть добавить какого-то вкусного, но тогда, может быть, вот нырнуть туда. Но это вот мой взгляд. У тебя очень верный взгляд, и я продерживаюсь того же мнения, что необходимо говорить только о том, что приносит пользу. Необходимо размышлять о том, что приносит пользу. Необходимо мыслить о том и делать то, что приносит пользу. Если вы просто сидите где-то под березкой или под дубом или под бабом, неважно под чем, и рассуждаете о том, что вас не касается вообще, в этом случае вы тратите свою жизнь так же не на что. Вы тратите жизнь свою на то, что вас не касается. То есть вы не живете. Да. Вы не живете. Жизнь, она всегда там, где есть вы. Вот если вы мыслите о том, где вас нет или что вы не можете делать и вам не пригодится, это говорит о том, что вы просто свою жизнь тратите не туда, куда надо. Но по поводу этой вот размышлений, да, я слышал эти размышления, может ли Бог создать камень, который он не сможет поднять. Я всегда отвечал так. Да, он может создать такой камень, которого не сможет поднять в том варианте, когда, в том, в тот момент, когда он был именно тем, кто создавал этот камень. Но Бог на то и является Богом, чтобы потом превзойти это и стать более мощным, чтобы камень поднять. Но тот момент, когда он создавал, он не мог этот камень поднять, потому что он слишком большой был. Но он превзошел себе и поднял. Поэтому и да, и нет. Все очень просто решается и все эти мысли там от лукавого на сторону убирать. Глупости все это. Не забивайте себе голову. Так, ну вот, еще нам Евгений вопрос подкинул. Или даже нет. А, нет, да, Евгений. В эфир. А может ли женщина, профессиональный программист по образованию, и с 30-летним стажем работы стать ведьмой? Ну-ка, выкручивайся. Давай вопрос такой интересный. Я улыбаюсь. Действительно, очень интересный вопрос. Тут его можно по-разному развернуть. Однажды к нам на тренинг пришла женщина. Мы выяснили, что ее, ну, программу, которую ее наставили в детстве, то есть так называемая вирусная программа, это вот, ей нужно было нравиться, во-первых. Нравиться. Она всю жизнь делала не то, что она хотела, а сделала то, чтобы ей кто-то сказал, какая же ты молодец. А мама ей говорила, чтобы она стала врачом. В итоге она стала врачом, а хотела она стать музыкантом. Она хотела стать музыкантом, и вот она у нее как раз около 30-летней, по-моему, даже 35-летний опыт. Это было в Петергофе, мы проводили тренинг, и женщина, когда выяснила, что все-таки ее мечта быть именно музыкантом, а она вот стала врачом. И она, типа, была успешным, ну, по крайней мере, известным врачом. У нее какая-то там заведующая клиника, потом она что-то частное открыла. Но она как выяснила, что вот она вот 35 лет потратила не на то. И она сидела и плакала. И самое интересное, что к тому времени мама ее уже была похоронена, и уже лет 15 как, и она все равно работала этим врачом. Поэтому если вот женщина, профессиональный программист по образованию и с 30-летним стажем работы шла за своей мечтой и хотела быть к профессиональным программистам по образованию, да, почему не быть-то ведущей? Она же, как минимум, занимаясь любимым делом, ну, наверное, стала профессионалом. За 30 лет это более чем возможно. Тогда она уже ведущая, по сути, да. Ну, ведущая, по крайней мере, вот в программировании. Если она начнет свои навыки куда-то прикладывать, если ты научил научил себя учиться, наверное, ты можешь достичь определенных высот в любой деятельности. С другой стороны, мне очень близка картинка, когда сидят животные, и там, этот, животные-обезьяна учат жирафа, рыбу, корову и кого-то еще лазить по деревьям, и ставить оценки за это. То есть, ну, у каждого свои свои данные. Я не совсем понимаю, что это за женщина. И почему вот так это важно, это профессиональный программист или там непрофессиональный, 30 лет или не 30 лет. Ну, что это такое за вопросы? Ребята, ну, идите вы, смотрите, что вы хотите в этой жизни. Видите, пожалуйста, общую цель, вот вообще камву, что пишется вокруг вас, да, как в это встроиться, как помочь, чтобы люди были радостные, там, счастливые. И тогда вопрос это о том, как возникать, стать, она может ведьмой не стать, он же не будет возникать вообще. Но если ты ставишь какую-то большую цель, я не знаю, там, мир во всем мире, радость во всем мире, вот я тебе такую цель поставил, ну, почему бы люди не были радостные, то остальное, оно все как-то вкладывается. И там, и строительство дома, и, не знаю, там, поиск любимой ведьмы, ну, куча всего вместе. Если мы расширяем картинку, то она, соответственно, захватывает нас, и энергия этого процесса, она настолько, ну, тогда что-то красиво рисуется. И, по-моему, тогда мы к истокам возвращаемся. вот от вот этой вот болтовни от всей. В общем, все возможно. Наверное, так скажем. Пусть она станет ведущей. Так, может быть, она и является ведьмом. как ведьма после этого сразу. И делать вещи такие. Так, от Виталия реплики повторяются, я смотрю. Не будем дальше. Реплика эфира от Яровита. Клиент, вот расшифровка тебе, ты спрашивал про клиента? Клиент, людина, занявшая у патрона талантов, и если не смог ему вернуть таланты, батрачил на патрона, становясь исполнителем. А те люди, человеки, которые тебе платят деньги и заказывают тебя что-либо, клиентами не являются. Ну, хорошо, Ировит. Я услышал про точку зрения. Интересно. Для меня очень интересно это. Вот так. Ну, вот еще Виталий написал, реплика в эфир. Женщина может в любом возрасте стать ведьмой, но будет ли это правильно, вот где вопрос должен стоять. Обязательно должен стоять. И очень серьезно нужно обсуждать этот вопрос. Хочу привести вот для таких вопросов. Можно просто немножко в классику. Задастся, неважно в какую классику, там, от Ильва Николаевича Толстого до английской группы Мойки Пайтона, которые там на BBC выступали и какие-то вещи такие прикольные делали. В частности, у них был фильм, как же он, то ли Эрик Викинг, то ли, а, жизнь Святого Брайана у тебя вспомнил. И там интересный момент был, там дни ребята реально что-то делали, а другие там группы таких товарищей вот все время сидели и обсуждали, нужно ли вот делать то-то или не нужно делать то-то. А давайте подумаем так-то. И они днями, годами сидели, обсуждали, обсуждали, нефиг они делали. Ну вот, ну вот как-то так. Вопрос должен стоять, конечно, если его поднимать чаще, вообще можно никуда не сдвинуться, просто задница прирастет, когда вам место и выше. просто вырастут корни и потом вы подняться не сможете, да. Да, корни вырастут, только не в том смысле, в котором они должны расти. Да, да, да. Евгений, реплика в эфир, хо-хо, пытаюсь, попытаюсь проверить, но полагаю, что будет больно. У программистов профессиональный перекос, у железа и софта достаточно предсказуемое поведение, а вот у людей, особенно женщин, далеко не всегда. Евгений, все можно, только осторожно. Ну что, мы уже с тобой два часа почти как в эфире, у меня есть предложение как-то нам уже подводить итог сегодняшней нашей встречи и, может быть, ты от себя еще что-то расскажешь, исходя из тех вопросов и реплик, которые сегодня услышал. Может быть, какие-то мысли родились? Ага, мысли родились? Ну, вопросов много задавалось, вот тебе понятно, какие вопросы люди задают, может быть, что-то подскажешь им, может, просто скажешь, ребята, идите-ка вы, читайте книгу. Ну, это проще всего сказать, идите, читайте книгу и действительно это напрашивается, потому что многие вопросы там освещены от деток до ведьмы, как там восстановиться, помогать, не помогать и так далее. Но при этом я, наверное, вернусь к началу, попробуем вот взять и вот от себя, если вы хотите с ведьмой подружиться и там ведьму свою настроить, ну, вот от себя отталкиваться, да, ну вот выпрямим наши спины, поднимем наши носы высоко и пойдем вот дальше в славном направлении, обязательно, конечно, с улыбкой. Мне кажется, вот на этом акцент, вот на этих трех вещах нужно делать постоянно и как бы тебя, и опять же, цель свою видеть, конечно же, а цель вот корректировать. Ну, вот это основной посыл и книги и тех вещей, которые я в тренингах, собственно говоря, делаю. На мой взгляд, это важно помнить о своих хотелках и об общем, об общей картине, что ли. Я видно, это? Спасибо. Благодарю большое, благодарю за предоставленные возможности, вот что мы здесь поговорили, у меня тоже что-то пояснилось. Тебе благо дарю, очень интересно с тобой пообщаться. Ты сказал про хотелки, у меня есть слово «хочушки». Вот, когда человек все время своими «хочушками», так вот жизнь меряет, «хочу я это», «хочу я это», «хочу я это», но он превращается в раба этих «хочушек», а «хочушки», как правило, это навязанные ему цивилизации и всякие отравы, которые говорят «надо так, надо так», то есть планы установки программы, ну, как зомби-ящик такой бегает, только зомби-ящик, он стоит на него, смотрит, а этот на ногах бегает, всем что-то показывает, рассказывает и говорит, как он что-то хочет. Вот, и запрограммированный, как биоробот, исполнять какую-то программу, значит, детский сад, школа, колледж, институт, работа, там, и сдохнуть, ну, условно, там, да, вот, вот это вот цивилизационная программа, от которой нам надо уходить, иначе, если мы от нее не уйдем, то никакого светлого будущего нам не светит. Давайте уж строить светлое будущее, первое, осознанно, второе, с пониманием, третье, с веданием. И если у вас это все будет складываться, будет строиться тогда образ той самой державы, где будет проявлена любовь, где будет проявлено знание, видовство, и каждый человек будет ради державы, держава ради каждого человека, где каждый сможет проявить себя так, как ему предначертано свыше, как ему по роду, как ему по его жизни дано. Если же мы это не сделаем, ну в этом случае будете так плакаться, вот я хочу это сделать. И это не просто «хочушка», это уже потребность, это уже необходимость. Я знаю, что так надо сделать, и я это делаю. Если считаете, так надо, присоединяйтесь. Не считайте, так надо, ну хотя бы не мешайте в стороне, стойте, смотрите, будьте зрителями. Ну что ж, желаем добра, да, и прощаемся. Ты сейчас можешь всем сказать что-то вот прям напоследок доброе, светлое, и попрощаться так ярко, красиво, уйти из эфира. Всем добра и светлого. Всего доброго. До свидания. До свидания. Итак, мне остается от себя напомнить только вот что. Что сегодня по одному из современных календарей. 11 июля 2017 года, вторник, по одному из старинных десятый день месяца получения даров природы 7525 лета, осемнится. И мы сегодня в эфире рассматривали тему «Как выжить с ведьмой». Тема броская, название темы броская, провокационная, но, как показала практика, не такой уж страшная, а, на мой взгляд, даже получилось интересная. Заставляет мозгами там пошевелить в очередной раз и сделать сколько-какие выводы. Рассказывал нам Андрей Александрович Смирнов, автор-сказитель, а помогал ему я, ваш хороший, надеюсь, уже знакомый, друг и брат Алексей Орлов. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами была Народная Славянская Радио. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова